А здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Сегодня мы с вами разберем, как играть в официальный мультиплеер Евротрак Симулятор 2 или Американ Трак Симулятор. Попытаюсь изложить все очень коротко и просто. В общем-то, для начала. Если на данный момент еще не вышла официальная версия 1.41, то, соответственно, нам нужно поставить бета-версию. Для этого мы открываем Steam, идем в нашу библиотеку, правой кнопкой мыши клацаем на Евротрак Симулятор 2, ну или Американ Трак Симулятор. Заходим в свойства игры. Здесь есть такая волшебная кнопочка бета-версии. Клацаем ее и выберите бета-версию, в которой хотите принять участие. И здесь есть паблик бета 1.41. Если она уже вышла в релиз, именно у вас версия 1.41 уже, если время прошло и там были новости, что оно вышло, то этого делать не надо. В общем-то, нажимаем вот здесь паблик бета и оно начинает качаться. Начинается загрузка. Весит эта падла, правда, 6 гигов, поэтому нужно немножко подождать. Ну и после того, как оно все загрузилось, мы можем заходить в игру. Ничего дополнительно качать не надо, никакие тракер с MP и все остальное. Это все нас не интересует. Здесь свой мультиплеер, поэтому просто тупо заходим в игру. Да, здесь есть уведомление о том, что бета-тестирование. Это пока что. Нажимаем ОК и все у нас хорошо. Выбираем профиль. Сразу скажу, что если вы сохранитесь под этим профилем, то он уже на версии 1.40 работать не будет. Поэтому, не знаю, на время бета-тестирования можете для тестов завести себе другой профиль, если хотите к тому вернуться и так далее. Опять-таки, по поводу модов, моды, наверное, пока что не работают. Некоторые можно поставить, но раз вы смотрите это видео, то для вас, наверное, пока рановато этим геморроем заниматься. Короче говоря, нажимаем продолжить игру и заходим в главное меню. В главном меню есть замечательная кнопочка конвой. Нажимаем на нее и здесь мы видим список серверов. Те, которые с замочками, понятное дело, они запаролены. Есть сервера, которые спокойно можно подключиться к кому угодно. Если вы хотите сами создать конвой свой, чтобы к вам присоединились ваши друзья, вы нажимаете создать конвой. Здесь вот все читаете, ставите галочки там, где нужно, там, где не нужно и создаете конвой. Но мы присоединимся к кому-нибудь просто, чтобы посмотреть, например, вот этот первый адамек. Нет, к нему не подсоединимся. Подсоединимся. А есть русские какие-нибудь? Он Баба Зина или Колобок. Нет, давайте вот Колобок. Мне больше нравится Колобок. Ну и все. Вы теперь в конвой. Здесь справа написаны были DLC, которые на сервере используются. Если мы нажмем вот сюда, мы посмотрим, чем занимаются вот эти вот люди, а они ничем не занимаются. Неинтересная сессия. Подсоединимся в другую. Он Баба Зин. Пускай так. Правда, DLC-шек вообще никаких нету. Кстати, если у вас отсутствуют какие-то DLC, а на сервере они есть, вы все равно сможете туда присоединиться. Просто не сможете выезжать за те пределы, за пределы карты, которых у вас нету. Итак, соответственно, эти ребята тоже ничем не занимаются. Но как так? Ладно, неважно. В общем-то, если вы создаете сервер и все хотят вести то, что вы везете, то вы берете абсолютно любой груз. Можете его брать со своим прицепом, можете его брать из заказов агентств, из прямых перевозок. Это все не важно. Берете любое, что душе угодно. И после того, как вы его возьмете, к вам, соответственно, смогут присоединиться. Я хочу вам показать, как присоединиться. Потому что грузы брать, в принципе, это не проблема. Вот тут вот 5 из 8, но стопудово кто-то должен ехать с грузом. Да, вот здесь ребята ездят с грузом. Причем разные есть. Значит, зайдя в меню, вы можете выбрать груз, который хотите везти. Например, вот эти вот ребята вдвоем везут медицинские вакцины. А другой какой-то челик вот везет дымоходные системы. Соответственно, нажимаем сюда и посмотреть и взять тот же заказ. Правда, он его уже почти довез, но это не важно. Здесь у нас есть вариант выбрать транспорт для заказа, на котором вы поедете. Во-первых, если у вас нету собственного грузовика, то можем нажать на кнопочку предоставленный транспорт. Там чуваки по рации разговаривают. А можно попросить их завалить свои... Спасибо. Так вот, если у вас... Ёшкин ты кот. Если у вас нет собственного грузовика, вы только создали профиль, то вы можете на... Как агентский заказ. Доход, разумеется, будет меньше. Например, здесь 35 тысяч. Мне дают за то, что на агентском грузовике. Если у вас есть собственный грузовик, то получается, это будет стоить немножко подороже. И вы поедете на собственном грузовике. Также, как и когда вы берете груз, можно клацнуть на шестереночку и выбрать, какой тип фургона, какой прицеп, на чем вы повезете. Например, вы очень любите кроновские прицепы и вы можете спокойно выбрать кроновский прицеп. Но если у вас есть свой прицеп для этого же груза, то вы можете взять это все дело еще и на собственном прицепе. Это будет еще дороже стоить. И после этого вы нажимаете взяться за работу. Если вы находитесь очень далеко от этого города, то доступно, разумеется, быстрое перемещение. Перемещаетесь туда. Груз уже как бы взят. И теперь вам надо ехать на загрузку. А у меня еще и польский навигатор здесь стоит. Какая радость. В общем-то, едете на загрузку. Подъезжайте к месту загрузки. Глушите двигатель. Загружаетесь. И вот он этот груз. Можете его везти с вашими коллегами. Если же, друзья, вы переместились, присоединились к конвою, скажем так, довольно-таки поздно, когда ваши друзья уже все уехали, в принципе, можно их догнать, по сути дела. И телепортнуться, например, в Верону. Правда, сделать это нужно будет через консоль, если она у вас установлена. Как это сделать? Как включить консоль? Ищите в поиске. А мы же просто переместимся в Верону. Черт. Мы просто, например, переместимся в Верону. Да, кстати, сейчас поменялась кнопка перемещения. Теперь это не F9, а Ctrl F9, потому что F9 это чатик. И если мы откроем карту, то, в принципе, вот сейчас вот этот вот челик подъедет сюда, и мы сможем с ним встретиться и вместе куда-нибудь поехать. Например, на разгрузку. И вот, кстати, на карте мы видим этого челика, к которому мы подсоединились, в принципе, для доставки. Сейчас мы его как раз вот и перехватим здесь. Вон он впереди выскакивает. Едет, конечно, да, не очень ровно. Но что поделать. И трафик снес. И я не понимаю, зачем люди в такое играют, скажем так, вот так вот неадекватно кататься, вот так вот гонять, как я сейчас сделал. Но я понятно, для чего это сделал. А еще ребята на сервере балуются с погодой, что-то вот с временем. Не знаю зачем. Ну, в общем-то, ладно, сейчас мы его догоним. Ну и вот, под конец пути я этого челика догнал, что у него лампочки сверху. Он еще с прописками набаловался, да. В общем-то, ладно, неадекваты на просторах тоже встречаются. Зачем вот это вот делать? Почему у него лампочки моргают настолько по конченному сверху? Нет, правда, зачем вот это делать было? Ну ладно. В общем-то, спокойно можно довести груз и вот так вот типа в конвое вы с ним ездите. Можете параться с ним пообщаться, например. Можно в чатике в обычном написать что-нибудь. Чувак просто задрифтил. О-о-о. Не, вот с такими играть мне не хочется прям точно. Но это, друзья, чтобы вам показать. Да. У нас компания адекватная. А кто ведет себя неадекватно, будет отправляться в пещеру. Если что, можете находить в списке сессии меня. Я уже показывал, как она подписана обычно моим именем. Присоединяйтесь, она всегда открыта. Если мы вдруг катаем, то, в общем-то, никаких проблем. Надеюсь, это видео кому-нибудь помогло. Если помогло, то можете отблагодарить меня лайкусиком или комментарием. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok